Полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание во Владивостоке по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2022 году. Приморье и Владивосток внесли достаточно большой вклад в общие показатели по Дальнему Востоку. За 2022 год вложено 85 миллиардов рублей инвестиций, введено 83 новых предприятия, создано 7,5 тысяч рабочих мест. Олег Кожемяк в своем докладе отметил, что экономика Приморья в новых условиях не только сохранила устойчивость, но и показала потенциал для развития. Так, валовый региональный продукт в 2022 году составил почти полтора триллиона рублей, что больше показателя 2021-го. Высокая динамика отмечается в сельском хозяйстве, также рост демонстрирует транспорт и логистика, ввод жилья, туризм и инвестиции. В 2022 году мы ощутили масштабный поворот на Восток, и бизнес показал свою адаптивность, показал свою динамику. У нас одновременно ведется строительство шести новых портов грузооборотом плюсом 100 миллионов тонн к существующим. Также в этом году начинается строительство транспортно-логистического центра на 1 миллион контейнеров, что в совокупности даст объем по перевалке – это 280 миллионов тонн грузооборота, 3 миллиона контейнеров. Серьезную поддержку при реализации социально-экономических задач Приморья получила благодаря президентской дальневосточной единой субсидии. В 2022 году в регион поступило 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Построено 7 многоквартирных домов для аренды жилья ССК «Звезда», школа на 600, место в Большом Камне, детский сад введено на 240, место во Владивостоке. Завершено строительство физкультно-оздоровительного комплекса в Чугуевке и благоустроено 250 дворовых территорий тоже по единой субсидии. Во время пресс-подхода Юрий Трутнев отметил, что несмотря на внешнее давление, главными задачами в работе остается развивать экономику Дальнего Востока и научиться делать то, что еще не умеем. Мы должны, учитывая разворот всех экономических потоков на Дальний Восток, мы должны сделать так, чтобы наша логистика, Северный морской путь, Восточный полигон выдержала эту нагрузку. Мы занимаемся сейчас, уже заканчиваем работу над законом о северном завозе, потому что мы хотим, чтобы во всей северной территории продукты, товары первой необходимости, лекарства, строительные материалы пребывали вовремя и по более низкой цене. Мы хотим снизить разницу цен между Дальним Востоком и другой частью Российской Федерации. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.